Я приветствую всех вас, друзья, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Имею большую привилегию сегодня всех вас поздравить с этим большим христианским праздником Жатва. Слава Богу нашему! Так Слово Божье говорит, исход 23 глава 16 стих. «Наблюдай и праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». Итак, у нас Жатва как праздник. Две стороны, две особых важных стороны, которые мы должны усвоить сегодня. Я верю, что сегодня Дух Божий желает очень много к нам проговорить на этом собрании. Аллилуйя! Итак, первое, мы должны быть очень благодарны Богу за все, что дает нам Бог. Когда мы убираем жатву нашу, когда мы получаем результаты трудов, работы, когда мы имеем хлеб, Бог говорит, ты наблюдай обязательно этот праздник жатвы, потому что через это я тебе много чего скажу или говорю. Слава Богу нашему! Статистика говорит, что ежегодно 6 миллионов людей в мире умирают от голода, недоедания и вызванными болезнями от плохого питания. Это 16 тысяч четыреста тридцать восемь человек в день. Это шестьсот восемьдесят четыре человек в час. Вот нас примерно семьсот человек за время собрания, практически три таких общества умрет от голода на земле. Потому что у нас есть за что Бога благодарить, не правда ли, друзья? Мы благодарим Бога за все. Аллилуйя! Мне сегодня хочется поговорить немножко еще о другой стороне жатвы. Дело в том, что когда Бог говорит, наблюдай праздник жатвы, то Бог говорит, наблюдай, что ты жнешь, о чем уже брат говорил пастор. Потому что жатва есть следствие посева. Итак, я эту проповедь так и назвал. Жатва как следствие посева. Есть закон или же причина, есть следствие. Впредь во все дни сеяния и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. И Бог сказал, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то он и пожнет. Потому что когда у нас есть праздник жатва, Бог всегда напоминает нам, чтобы мы посмотрели на свою жизнь и увидели результаты. И может быть, кое-что в нашей жизни очень серьезно изменили и стали правильно сеять в нашу жизнь. Открыто скажу, что иной посев, он предполагает очень ужасную жатву. Не следует даже и говорить, что будут пожинать неостепенившиеся развратники, пьяницы, люди, которые употребляют неправильные вещи в жизни своей, которые грешат, их обязательно ожидает плохая жатва. Бог поругаем не бывает. Потому очень важно, чтобы мы, как христиане, поняли, что мы должны быть особо внимательны к тому, как мы проводим нашу жизнь. Терпимость ко греху в семье – это плодородный источник непределимого зла. Вы помните семью Илья, когда он попустительствовал своим сыновьям, не обуздывал их. Это привело к очень печальной жатве. Терпимость к собственным грехам, толерантность, поблажки, слабости – они становятся привычкой, которая, как вы знаете, как нечто в пустыне, оно уничтожает жизнь, уносит надежду. Даже незначительные проступки развиваются до опасной неумеренности в привычке, когда человек становится гневлимым, неправильным вообще. И он в жизни своей начинает пожинать очень много плохого. Я сегодня хочу перейти к некоторым практическим мыслям и просто призвать нас к молитве в этой короткой проповеди, чтобы мы помолились серьезно Богу, чтобы этот праздник жатвы был поворотным моментом для некоторых из нас. Итак, давайте посмотрим свое сердце, посмотрим свою жизнь. Зачастую нет духовного роста, нету жажды молиться. Есть результат, это есть результат непребывания в Слове Божьем. Когда нам не хочется на собрание идти, когда нам молиться не хочется, когда нас не тянет, это говорит о том, что мы не ищем Бога, не ищем Его Слова. Это очень серьезная мысль. А как насчет нашей неустроенной или же, может быть, в каком-то плане плохой жизни? Может, это результат неправильной молодости? Библия говорит, почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. И да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Может, ты чувствуешь или видишь, что у тебя жизнь каким-то образом не идет таким планом, как у тебя слаживалось в твоем мышлении, как тебе хотелось. Может быть, ты действительно в молодости своих родителей не почитал. У Бога есть правило, Бог говорит, если ты почитаешь отца и мать, то будет тебе благо, и ты будешь долголетен на земле. Мы иногда не понимаем, молодые люди, молодежь, иногда мы не понимаем, что нашим неповиновением, нашим родителям мы делаем очень ужасный посев. И после этого мы пожинаем очень плохие вещи в нашей жизни, потом сокрушаемся, почему меня Бог не благословляет, а Он и не может благословить. Он сказал, закон посевожатвы никогда не изменится. Потому сегодняшний день, сегодняшние результаты нашей жизни, они показывают, что мы в нашей жизни сеяли. Маленькая зарплата. Иногда люди говорят, почему у меня денег так мало? Просто, может, не пошел учиться по специальности? Может, не был старательным, постоянным? Библия говорит о том, в притче 12.27, «Ленивый не жарит свои дичи, а имущество человека прилежного многоценно». Это тоже, вероятно, есть следствие. Не правда ли, друзья? Ты, друзья, ленивый, не хочешь трудиться, муж женился, на работу не хочешь ходить. О чем говорить, о каком успехе? Ты пожинаешь то, что сеешь. Давайте возвратимся к духовным вещам. Твое христианство, оно не влияет на других. Может, у тебя просто не святая жизнь. Может, ты занят по теме головы бизнесом? Ты занят суетою. Твоя жизнь не проходит на полях, в виноградниках Божьих. И ты думаешь, почему я не могу так влиять на других в духовном плане? Все приходит к тому же, что ты сеешь. Как насчет того, что ты чувствуешь, что тебя не понимают? А иногда даже бывает, что все против тебя. Много врагов, недругов. Может быть, не прощал? Может быть, даже обижал? Может, обманывал? Может, сплетничал? Библия говорит, и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Иногда мы хотим, чтобы нас все уважали, не правда ли, друзья? Мы рассчитываем на это. Мы планируем, что нас все будут приветствовать, с нами будут обходиться на «вы» очень хорошо и правильно. Но порой это не случается. И, может быть, не другие люди виноваты в этом? Есть одна очень мудрая мысль. Если ты оказался в яме, то первое, что ты должен сделать, так это перестать копать. Может быть, ты чувствуешь, что есть в жизни какие-то клины, какие-то проблемы? Перестань копать. Это первое. Воспитывайте в себе одну очень хорошую черту характера. Никогда не выясняйте отношения с людьми, которые вас разочаровали. Просто молча оставьте их вместе с их багажом наедине и просто уйдите отстать от ссоры, от конфликта. Когда вам кажется, что простить уже нельзя, вспомните, сколько проще, но вам. Моя старенькая верующая бабушка говорила своему внуку, ты пожелай обидчику здоровья и счастья, а Господь знает, что ему надо дать. Почему иногда мы пытаемся сами выяснять отношения, а после этого думаем, почему разорванные отношения? Как насчет неустройства в семье? Жена, ты смотришь, что муж каким-то образом не уделяет тебе внимания так много, как ты хочешь. Он каким-то образом не понимает тебя. Может быть, ты нарушила заповедь повиновения в своей семье. Может быть, ты не оказываешь уважения своему мужу. И это и есть результат, почему его сердце не тянется к тебе. Муж же, если ты видишь, что жена тебя не любит, и ты чувствуешь, что есть сердце холодно к тебе, может, это только следствие, может, это жатва того, что ты ее не полюбил, как Христос Церковь. Это очень важно. Потому, друзья, когда мы смотрим на праздник жатвы, это очень глубокая тема, это глубокие мысли. Я сегодня хотел бы, чтобы Дух Божий, Он сегодня золотой нитью прошил все уровни нашей жизни. Аллилуйя! Другой друг, сын или дочь, ты видишь, может быть, что твои родители, они не такие хорошие. Ты чувствуешь, что ты deserve more than you get from them. Ты чувствуешь, что, может быть, они не так тебя любят, не так указывают уважение. Может быть, это следствие твоего непослушания. Это очень важно. Это важно сегодня понять. Послушайте, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то он и пожнет. Сеющий в плоти от плоти пожнет что? Тление, осеющий в духа, духа пожнет. Жизнь вечную, он благословение пожнет. Аллилуйя! Бывает подорванное здоровье, и человек еще в молодых годах уже согнулся. В чем вопрос? Может, не берег себя просто-напросто? Неправильно питался? Послушайте, мы если посмотрим на жатву нашей жизни, на то, что у нас есть сегодня, то мы много чего, может быть, пересмыслим в нашей жизни. У меня сегодня очень серьезный призыв каждому из нас, чтобы Божье Слово сегодня осветило нас на всех уголках нашей жизни, во всех проекциях нашей жизни, и чтобы благодать Господня сегодня сделала большую перемену в наших судьбах и в наших домах. Аллилуйя, Богу нашему! Послушайте, разумный человек, умный человек всегда может исправить свои ошибки, а глупый не в силах их даже признать. Беда, когда мы не можем признать наши слабости, наши трудности, когда мы не можем склониться, попросить прощения, когда муж не может у жены прощения попросить. Я знаю много таких случаев. Это очень серьезные мысли. Знаете, есть другая мудрая мысль. Признавший себя глупым уже не глупый. Послушай, если ты признаешь себя, что ты не мудрый в каких-то вопросах, ты уже мудрый. Послушай, дорогой друг, от того, что ты просто понял, что тебе нужен Бог, что тебе нужно Слово Господне в жизни твоей, это есть самая большая мудрость. Аллилуйя! Аллилуйя! Если тебе не нравится то, что ты получаешь, то измени то, что ты даешь. Потому что благословения Господни в нашу жизнь, они приходят через те же двери, через которые уходят наши благословения в окружающую жизнь. В Калифорнии несколько лет назад хоронили четырех молодых ребят. Об этом писали все русские газеты. Был воскресный день, около десяти часов утра. В одной семье отец говорит, сынок, пошли в церковь. А сын отвечает, батя, перестань, надоел своими разговорами о своем Боге. Он вышел на улицу, где его ждал друг, сел за руль. В это время подошел отец и сказал, сынок, подожди минутку, я хочу помолиться, чтобы Бог был вместе с вами. На заднем сидении машины этого мальчика сидели две девочки по 17 лет. Тут сын отцу говорит, ты же видишь, батька, у нас все места в машине заняты. Для твоего Бога место только в багажнике. Все это компания весело засмеялась, и они рванули на озеро. Я бывший следователь, но такой аварии, которая там произошла, я в голове не мог вместить, пишет автор. Могу только сказать, что Бог по ругаем не бывает. И вот они несутся. Вдруг на ближайшем перекрестке, откуда ни возьмись, перпендикулярно едет огромный грузовик, которому зеленый свет светофора. Они хотели проскочить на красный. Когда в них врезался грузовик, в багажник, в который они посадили Бога, обрезалось словно автогеном, и он отлетел в сторону без единой царапины, а всех этих четверых ребят в смятку хоронили в закрытых гробах. Вот так и в нашей жизни. Бога садим в багажник, а сами летим куда, куда-то, зачем-то. Богу место не в багажнике, а в наших сердцах. Аллилуйя! Я сегодня хочу сказать Богу нашему место на самом первом месте нашей жизни. Аллилуйя! Богу место на самом первом месте наших мыслей, наших чувств. Аллилуйя! Поэтому я сегодня призываю, друзья, пересмотреть нашу смоковницу. Это первое. Смоковницу, нашу жизнь на вопрос посевов и результатов плода. Второе. Если есть худое, воспользоваться милостью Божией и двинуться сегодня же к обновлению, не завтра. Бог обновляет свою милость, и Бог верен. Он видит наши слабости и благословляет нас. Аллилуйя! Бог с искрением поступает искренно. Слава Богу нашему! Итак, я закончу на трех важных мыслях. Иногда приходит время, когда ты решишь, что все кончено. Но помни, что это будет только начало, когда начнет действовать Бог. Когда ты чувствуешь в своей жизни, что уже дальше просто невозможно, не получается. Может быть, это как раз время, когда Бог стучится в твою жизнь, чтобы начать там действовать. Аллилуйя! Послушай, друг, если вдруг исчезла почва из-под твоих ног, это еще не означает, что все пропало. Вполне возможно, Бог взял тебя на свои руки. В жизни ищущего Бога христианина все должно закончиться хорошо. А если что-то нехорошо, то это значит, что еще не конец. Господь знает, как нас вести через наши сложности, через наши трудности, через наши переживания. Я заканчиваю эту проповедь. Я хочу сегодня искренне пригласить нас всех в горячей молитве. Я сегодня чувствую, я верю, что сегодня благодать Господня, она стучится в каждое сердце, она стучится и в мое сердце. Я сегодня хотел бы, чтобы Божья благодать на этом празднике жатвы обильно действовала. Аллилуйя! Дабы пришли добрые перемены в семьи наши, добрые перемены в наши взаимоотношения, добрые перемены в наши, какие-то, может быть, уклады жизни, в наш социум. Дабы благослит нас Господь, дабы мы были такими, как Бог, дабы мы умели сеять прощение, радость, любовь, благословение, терпение. И тогда мы, конечно же, будем пожинать благословение. Дабы книга Господня, то Слово Божие, оно не отходило от наших уст. Тогда Господь будет давать нам обильные благословенные жатвы. Аллилуйя! Поздравляю вас всех, друзья, еще раз с праздником жатва. Да благословит Бог, чтобы все мы имели обильную, прекрасную и благословенную жатву в нашей жизни. Помолимся Господу нашему!